Русские и китайские традиции оперетив к высокой музыке. Его зрителю преподнесли на площадках перед концертом. Хуай Юй Фэй исполнил березку на многоствольной флейте. У нее звук чище. Для китайских мелодий другой инструмент. Вот такое кустое. Очень низкое, приятное. Когда вы в лесу сидите, возьмите окарину, думаете, что такое жизнь, играете, срушаете себя. Вот прекрасно. Прекрасными зрителям показались костюмы. От насыщенно синего Лидия Ведева впала в восторг. Хоть и примерить смогла только Рашид и Кокошник. Потому как у меня фигура не позволяет, потому что костюмы для миниатюрных женщин это с удовольствием. Это огромная такая радость пообщаться и в то же время примерить народные костюмы. Как китайские, так и русские. И пусть они совершенно разные, зато в музыке два народа едины. 62 музыканта сводного оркестра и сразу два дирижера доказали это несколькими десятками композиций. Уверяют, они больше не делятся на Амур-джаз-бенд и симфонический оркестр округа Хэй-Хэ. Четвертый концерт дают под одной эмблемой. Два состоялись на днях в Поднебесной. А ведь в начале сотрудничества музыканты друг друга не понимали. Музыканты города Хэй-Хэ привыкали ко мне. Наши музыканты привыкали к дирижеру из Хэй-Хэ, в Абинькуню. Ну сейчас мы подружились, сейчас мы, я уже где-то разговариваю, говорю по-китайски, в Абинькуню уже говорит по-русски. То есть у нас уже как бы получается, что мы и учим соответственный язык. И язык музыки, он идим во всем мире. Язык музыки собрал полный зал. Русские вокалисты спели о России, героях спорта и о хорошем настроении. Певцы Поднебесной о любви к республике и влюбленных бабочках. Не в последний раз коллективы обсуждают планы о гастролях в провинцию Хэй-Лэндзян. Оксана Коростеленко, Анжелика Павлова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город».